Фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн, хотя на самом деле крестил не Иисус, а Его ученики. Когда Иисус узнал, что о Нем говорят, Он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь Его лежал через Самарию, и Он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Ученики Его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка». «Как это ты можешь просить у Меня напиться?» Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами. И Иисус ответил ей, «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды». Женщина сказала, «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него? И его сыновья пили, и стада его пили». Иисус ответил, «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую Я дам Ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я Ему дам, станет в Нем источником, текущим в вечную жизнь». Женщина сказала Ему, «Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Он сказал ей, «Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда. У меня нет мужа», ответила женщина. Иисус сказал ей, «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе? Это ты правду сказала». «Господин», сказала женщина, «Я вижу, что ты пророк, «Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме». Иисус ответил, «Поверь мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе, и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся. Ведь спасение от иудеев. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина сказала, «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей, «Это Я, Тот, Кто говорит с тобой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова